Дорогие друзья, приглашаю вас совершить захватывающее путешествие по страницам истории церкви, где искусство и вера переплетаются. Я приглашаю вас посетить Латеранский дворец, который не так давно был открыт для посетителей. Этот дворец на протяжении тысячи лет был резиденцией римских пап. Латеранский собор является матерью и главой всех церквей. С IV века и до конца Авеньонского периода до XIV века Латеранский дворец был единственной резиденцией папства. Латеранская резиденция, примыкающая к базилике, была резиденцией пап на протяжении всего средневековья. Таким образом, Латеранский собор был с IV по XIV век местом и символом папства, и, следовательно, здесь находилось сердце церкви. Именно в Сан-Джованни и Латерана папа Бонифаций VIII провозгласил первый в истории юбилейный год. Это был XIII век. Сначала святой юбилейный год объявляли один раз 100 лет, затем один раз 50 лет. Был даже в истории период, когда юбилейный год решили назначать каждые 33 года. Цифра связана с возрастом Иисуса Христа. Со временем срок сократили до 25 лет. Это, скорее всего, связано с тем, что у всех поколений должна быть возможность покаяться в грехах и попросить прощения. В этом-то и заключается смысл Святого Года, что, проходя через святые двери, четырёх главных базилик, людям отпускаются грехи. Следующий очередной святой год будет в 2025 году. Уже идут активные подготовки. Конная статуя Марка Аврелия, которая сейчас находится на Капитолийской площади, раньше стояла именно здесь, у Латеранского дворца. Прямо с самого начала экскурсии мы начинаем говорить о папе Сикстепятом. На его гербе изображен лев звездочкой холмы. Уже сейчас на фресках нам встречается очень часто лев, у которого в лапах груши. Почему именно груши? Не цветок, не яблоко, не что-то другое, а именно груши. В миру папу звали Филичи Перетти. Перо – это груша. Поэтому-то в лапах льва мы видим груши. Чтобы посетить этот великолепный дворец, необходимо записаться на экскурсию. Только в сопровождении экскурсовода можно посетить этот дворец. Так как дворец открыли недавно для посещения, и мало кто об этом знает, на экскурсии нас было сегодня меньше десяти человек. Думаю, пройдет немного времени, об открытии этого дворца узнают, и люди с большой радостью будут записываться на экскурсию и посещать этот дворец. Забронировать экскурсию можно на итальянском и английском языке. Ссылку на сайт смотрите внизу. Над этой дверью висит герб папы Иннокентия X. По приказу этого папы архитектор Борамини перестроил интерьер базилики Сан-Живани Эн-Лотерана. Об этом мы поговорим, когда зайдем с вами в базилику. Хочется отметить, что в XVII веке было стремительное изменение облика Рима. Через сводчатые коридоры с фресками мы дойдем с вами до очень важных залов этого дворца, чтобы полюбоваться изысканными гобеленами, картинами великих мастеров того времени и драгоценной антикварной мебелью. Каждая комната откроет нам историю, связанную с великими пророками, апостолами. Гобелены расскажут нам очень важную историю, связанную с государством Ватикан. Зал Пап. Он получил свое название от изображения 19 понтификов, которые изображены на фризе. А еще можно сказать, что этот зал является гимном всех работ, которые были сделаны в Риме при Папе Сиксте V. Чтобы проследить историю Лотеранского дворца, нам нужно вернуться в 312 год, когда войска Константина победили Максенция в знаменитом сражении у моста Мильвио. В те годы на престоле Петра сидел Папа Мильвиад I, которому Константин подарил площади постройки, когда-то принадлежащие древнему лотеранскому роду. Базилика Пресвятого Спасителя, которая позже стала называться Базиликой Сан-Живани и Лотерана, была построена не на могиле мученика, а на остатках казармы Максенция, соперника Константина. Дворец был резиденцией Пап около тысячи лет, но после возвращения папской власти, после Авеньонского плена, лотеранский дворец был заброшен. Новым местом для пребывания пап становится Ватикан. И не только потому, что папы там были в безопасности, но и по большей части потому, что там находилась гробница Святого Петра. При папе Сикс-Пятом был перепланирован весь комплекс. Народ с недовольством воспринимал уничтожение большей части лотеранского дворца, а папа продолжал делать свое дело и приговаривал, что он так поступит скоро со всеми старыми постройками. Сикс-Пятый восстановил водоснабжение, он занимался строительством новых мостов через Тибор, прокладывал новые улицы, например, Виасистина и многие другие улицы, чтобы связать между собой городские базилики Рима, переставлял обелиски. Папа Сикс-Пятый был на престоле с 1585 года по 1590 год, всего лишь пять лет, но провел грандиозные строительные работы в городе и его окрестностях. Сикс-Пятый находился здесь, в лотеранском соборе, всего лишь один год, а потом умер. Все следующие его преемники выбирали Ватикан своим домом. Однако сегодня этот зал широко известен как зал лотеранского соглашения, где был подписан договор между итальянским государством и Святым Престолом. Лотеранское соглашение было подписано 11 февраля 1929 года. После подписания этого договора Ватикан стал суверенным государством. В зале находится Бюст Папы Сикста Пятого. Экскурсия длилась всего лишь один час. За это время, конечно же, не было возможности подробно рассмотреть фрески зала, я смогла снять видео только общим планом. На большее времени не хватило. Но и вы таким образом хотя бы можете представить, как выглядит лотеранский дворец. Пока мы будем гулять по залам и я буду показывать дворец, хочу рассказать вам немного о Папе Сиксте Пятом. Конечно, хотелось бы подробно остановиться на каждом зале и каждой фреске, но, к сожалению, крупным планом я практически ничего не сняла. Слишком мало времени у меня было. Итак, Папа Сикст Пятый. Сейчас поговорим о нем немного подробнее. После 1527 года, а этот год вошел в историю как разграбление Рима, события разграбления Рима очень подробно описывает Бенвенута Челлини в своей книге. Так вот, после разграбления Рима наступила какая-то черная полоса в Риме. Несколько лет были неурожайны и засушливы, люди голодали, и тут же чума, холера, которая уносила жизни. Голодные крестьяне перебрались из сельской местности в Рим в целях найти какое-то пропитание. В то время со многих стран стали поступать пожертвования, помощь людям и деньги на восстановление города. Но и, конечно, когда происходит такая ситуация, в Риме стали процветать грабежи и убийства. И с этим никто не мог справиться, пока на Папском престоле не оказался Сикст Пятый. Феличи Перетти, так звали его в миру, был из простой крестьянской семьи, он был свинопас. Однажды гадалка предсказала будущее матери ее сына. Была даже написана картина, которая сейчас находится в Париже. Она называется «Гадалка, предсказывающая матери Феличи Перетти, что ее сын будет папой». В апреле 1585 года на конклав кардинал Феличи Перетти пришел на костылях. Он был уже в пожилом возрасте, да и болел. И произошло чудо. Еле передвигающегося кардинала выбирают на высший пост католической церкви. Когда он вошел в комнату плача, вместо слез он произнес такую фразу «Предсказание сбылось, я стал папой». Сначала папа не отличался ничем от своих предшественников и сразу же из деревни вызвал всех своих родственников. И в это время они получили дворянский род. Сикст Пятый вошел в историю как самый властный папа. Он сразу же объявил войну бандитизму и разбою. За любую провинность, за любой грабеж людей казнили. Такими методами он наводил порядок в Риме. Жизнь в Риме постепенно наладилась. А потом Сикст Пятый направил все свои силы на реконструкцию города. Из окон этого зала можно увидеть чудесный обелиск высотой 32 метра из красного гранита. Он был привезен из Египта в Рим императором Константином II, сыном Константина. Сикст Пятый решил перевезти обелиск из Большого цирка к Латеранскому дворцу, где он поместил его на площадь перед дворцом и собором. Грандиозные перестройки Рима изменили его облик до неузнаваемости. Средневековые извилистые улочки стали постепенно выравниваться и расширяться. Рим очищали от мусора. Колонные статуи, которые торчали из-под земли, вывезли в район Тестачо. И там образовался целый холм. И даже потом, смеясь, поговаривали, что Рим теперь стоит не на семи холмах, а на восьми. Те, кто из вас был в Риме, наверное, были поражены богатством и роскошью католических храмов. Картины и фрески на религиозной темы иногда бывают более эффективны, чем слово. И поэтому почти каждый папа старался возвести новый храм и отреставрировать старый. И папа Сикст Пятый не исключение. Он, например, отреставрировал базилику Санта-Мария-Маджори, Сан-Джованни и Латерано, активно занимался убранством церквей, дворцов, площадей. Были построены множество фонтанов и отреставрированы акведуки. Это были дорогостоящие работы. И папе пришлось поднимать налог на хлеб, на масло, на вино. Народ возмущался. И на говорящей статую Пасквино сразу появились записки, которые высмеивали увеличение налогов. Папские люди каждое утро сдирали эти записки со статуи, а ночью они вновь появлялись. Это же была как живая газета. Каждый грамотный человек мог прочитать новости, то, что происходило в городе и чем был недоволен народ. По приказу папы осушали заболоченные земли рядом с Тибром. Там были сильные испарения и очень плохой воздух. В переводе с итальянского языка малария – это плохой воздух. Ну и, конечно же, как вы понимаете, там был настоящий рассадник малярии. Папа Сикс Пятый никогда не сидел на месте. Он постоянно был в движении. И так как в это время он занимался осушением заболоченных земель за Тибром, он, конечно же, присутствовал там и заболел малярией. 29 августа 1590 года папа Сикс Пятый умер. Зал славы и времен года. Название зала происходит от живописных изображений свода, среди которых в центре находится аллегория славы. В правой руке она держит геральдический символ папы Сикста Пятого. Этот зал всегда используется как тронный зал. В зале апостолов на фресках изображены 10 эпизодов из жизни Иисуса и апостолов. Рассказы на фресках чередуются с рассказами на габелленах и картинах. В зале Константина изображены фрески на тему жизни императора Константина. Потолок был переделан в XIX веке, но а зал подчеркивает важность императора Константина. Иисус Сикста Пятого Константина Материал для изготовления пола этого зала был взят из терм императора Каракаллы. Молхоз corruption но, как пелено, на протяжении Сан Гювани и Павел Сан Гювани, Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы переходим в личные апартаменты папы, которые состоят из четырех комнат. Обстановка здесь очень строгая и простая. Столовая, спальня. Рабочий кабинет. Посмотрите, какой великолепный пол в часовне. Субтитры создавал DimaTorzok На этом, дорогие друзья, наше путешествие по страницам истории церкви заканчивается. Мы сегодня с вами побывали во дворце, который на протяжении тысячи лет был резиденцией римских пап. Мы возвращаемся назад и вновь рассматриваем великолепные фрески, которые нас окружают. Не оторвать глаз от них, так они прекрасны. Ну а я, дорогие друзья, буду прощаться с вами. До новых видео и до новых встреч в Вечном Городе! Субтитры создавал DimaTorzok